В чём, помимо всего прочего, историческое значение СВО? Это перелом, это разрыв. Во-первых, базово это идейный разрыв. И это, конечно же, концепция реванша реализована совершенно открытым способом. Да, это реванш. Слово «не в ходу». В нашем сознании оно имеет такой негативный эффект. Значит, у нас немецкие реваншисты какие-то. Ну, они когда-то существовали, были. Но, по сути, мы страна, которая потерпела поражение в большом длительном противостоянии. Да, мы потерпели поражение в холодной войне. Просто для того, чтобы дальше как-то двигаться, нам нужно перестать себе врать. Вот эти какие-то непрерывные поиски, оправдания. Да нет, мы не потерпели, это они. А что это было? То есть мы утратили треть территории. Это что? Это как назвать? Ну, поражение. В истории так бывает. Что по этому поводу страдать? Вот. А дальше как бы, ну, в общем, перетерпели, перемогли. Мы и сейчас заберем, если не все, что потеряли, то то, что как бы для нас представляет ценность. Лавров говорит, что это не реванш. Лавров говорит, ничего не проиграли, не потеряли и ничего такого не было. Мардан как бы говорит свою версию. Что за разные позиции? Что за самовольничество? Это разный уровень лицемерия. Просто поскольку у российский фашистский рейх имеет одну особенность важную, не одну, много особенностей, но одна из них это отсутствие официальной идеологии. Поэтому каждый, кто в лес, то по дрова. Вот. А в данном случае разный уровень лицемерия. Лавров по стабальной системе, значит, лицемерия 100%. У Мардана гораздо более низкий уровень лицемерия. Он говорит то, что думает, он говорит правду. Да, это реванш, это очевидно. Очевидно, что это реванш. Очевидно, что это, причем, вспоминая о каких-то там немецких политиках прошлого, он на самом деле тоже абсолютно прав. Это чистый реваншизм. Это чистый рейх. То есть, на самом деле, что такое реванш в немецкой истории? Это как раз приход Гитлера к власти, который, значит, пытался не просто пересмотреть, а прокинуть итоги Первой мировой войны. То есть, Германия проиграла в Первую мировую войну. Гитлер пришел к власти для того, чтобы эту величайшую геополитическую катастрофу, начала первой половины XX века, исправить. Сейчас Путин пришел к власти для того, чтобы исправить величайшую геополитическую катастрофу XX века, распад Советского Союза. Ну, действительно, реваншизм. Аналогии прямые. Гитлер для этой цели создал Третий рейх. Путин создал русский фашистский рейх. Аналогия полная. Так что Мордан абсолютно прав. Он просто устами Мордана глаголит истина. Так бывает через очень неприятного персонажа. Просто раздается слово правду. Давайте про отсутствие одной линии диалоги. Потому что Юлию Витязеву больше мы не увидим на Соловьев Live. Потому что Юлия Витязева позволила себе немножечко лишнего, скажем так. Интересно, а кто-нибудь из тех, кто бесконечно критикует Министерство обороны, ГША и лично ВВП за то, что они не так воюют, найдут в себе силы и смелость признать, что план, в результате которого Зеленскому предоставили уникальную возможность не просто увязнуть, а именно утонуть в курской авантюре, был не просто хитрым, но и, что главное, эффективным и оправданным. Или это есть сейчас какие-то неудобные буквы для тех, у кого вечно все плохо и не так, в неудобные слова и предложения складываю. Вопрос риторический задала Юлия Витязева у себя в Телеграм-канале. Ну и, собственно, это был, я так понимаю, последний риторический вопрос. Потому что после этого сказали, что в Соловьёв Лайф она больше не работает. А что произошло? Это опять-таки отсутствие одной линии идеологии? Ну, тут сложилось несколько линий. Во-первых, это действительно отсутствие идеологии, отсутствие единого стандарта. То есть методички, они даются общие. Но внутри этих методичек есть пространство для разных версий. Это первое. Ну, а что самое главное, что меня в данной истории больше всего кажется значимым, это печальная судьба предателей. То есть Юлия Витязева не первая, не вторая, не третья, не десятая. Из тех, кто предал свою страну, перешёл на сторону агрессора и сейчас хлебает полной ложкой. Ну, наиболее яркий пример другой, это Татьяна Монтян, которая тоже перешла на сторону агрессора. Там сейчас каким-то образом подвизается на Донбассе, пытается подбодрить убийц. Но, тем не менее, получает по полной, то есть каждую программу Соловьёв обязательно, так сказать, становится на голову Монтян, начинает на ней топтаться, вырывать у неё волосы, постоянно требует, ну, когда же, когда же Монтян арестуют и посадят в тюрьму. В отношении Юлии Витязевой пока этого нет, но я думаю, что это тоже та же самая история. Вообще, украинским предателям в России живётся плохо. Вот, то есть кто-то из них выступает в роли плевательницы, как Василий Вакаров, например, который просто, так сказать, вот, значит, из него Соловьёв делает куклу Вуду. Он просто-напросто унижает конкретного предателя. Так что судьба предателей, украинских предателей в России довольно печальная. Ну, единственный способ – это стараться изгибаться вместе с линией партии. Ну, это же её почти, поди угадай, когда нет же чётких, нет краткого курса истории ВКПБ, нет программы КПСС в новом исполнении. А то, что говорит Путин, всё время меняется. Поэтому вот украинские предатели порой не угадывают и подвергаются обструкции. Так что это, на самом деле, это хорошие примеры с судьбой украинских предателей. Просто урок некоторым товарищам, ждунам, которые всё ждут, когда же Россия придёт и их освободит. Но надо сказать, что очень немного таких. Особенно это видно по тому огромному дефициту кадров гауляйтеров, которые сегодня испытывает Россия. Не случайно такие смешные люди оказываются в этой роли. Субтитры создавал DimaTorzok